Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Сегодня мы поговорим о союзных расах. Никакого такого видосик подобного не было на YouTube-канале. И есть некоторые нюансы в этом деле при создании союзных рас, о которых на самом деле многие не знают и тратят весьма большее количество времени на прокачку той или иной ачивочки для получения союзной расы. Начнем. Самые первые две введенные расы для Альянса были Озаренные Дринеи и Эльфы Бездны. Собственно, у них, можно сказать, почти аналогичные способы получения. Для Озаренных Дринеев нужно достижение «Теперь вы готовы», а также превознесение в Армии Света. Для Эльфов Бездны нужно аналогичное достижение «Теперь вы готовы», что заключает в себе полное завершение кампании на Аргусе. Аргус — это контент Легиона. Сейчас откроем, все это дело посмотрим. Вот он у нас, Аргус. Все три локации нужно закрыть по квестам. И также нам нужно превознесение среди защитников Аргуса для Эльфов Бездны. В принципе, все это дело качается вполне легко. То есть, Армия Света для Озаренных Дринеев, Защитники Аргуса для Эльфов Бездны. Что нам нужно делать с целью того, чтобы прокачать эти две фракции? Локалки в большом количестве на Аргусе. Также, покоряя контент Легиона, можно делать локалочки с целью выполнения сундуков. Ну, в текущие моменты, увы, не прокнули локалочки. То есть, там, на Расколотый Берег, на Керинтор и на Набор Стража. Но иногда прокают сундуки для Армии Света, для Защитников Аргуса, что дает нам дополнительные очки репутации. Также, в нашем оплоте есть различные квесты на репутацию. Выполняя задания соратников и высылая их на различные квесты, мы получаем баджики на репутацию. Первый баджик дает нам 250 репутации. Ну, а если мы завершим с дополнительным 100% шансом, то есть, суммарно 200, мы получим большой знак Защитников Аргуса, что даст нам 750 репутации сверху. Это весьма полезно. И самое, что классное, это когда то, что эти знаки, баджики, привязаны к учетной записи Близзард. Мы можем переслать как на Альянсовца, так и на Ордынца, так и на вообще другой, в принципе, игровой мир. То есть, все зависит от нас. То есть, на ком мы решили качать репутацию до максимальной, на того персонажа мы и скидываем. Ну, также есть аналоги для Армии Света. Прокачивать за человека эти фракции весьма приятно, так как пассивный бонус на увеличение получаемой репутации, а именно 10%. То есть, сейчас я использовал баджики, и вместо того, чтобы получить 250 плюс 750 репутации, я получил 275 плюс 825. То есть, 100 репутации бонусных. Это классно на самом деле, так как нужно превознесение, а это очень много в числовом параметре для прокачки нужной репутации. Вернемся обратно. Следующая фракция, которая была введена для Альянса, уже в дополнении Battle for Azeroth, это дворфы из клана Черного Железа. Все, что нам нужно для их получения, это достижение готовности к войне, ну а также превознесение в Седьмом Легионе. Седьмой Легион — это основная фракция Альянса, по которой открывается военная кампания. Ну а достижение готовности к войне — это, собственно, выполнение абсолютно всей военной кампании. То есть, все это дело взаимосвязано друг с другом. С целью того, чтобы быстрее прокачать Седьмой Легион, можно использовать контракт на эту фракцию, с целью того, чтобы получать дополнительную репутацию за выполнение каждой локалочки. Также мы не забываем делать локалочки с этой фракцией. Ну и, конечно же, сундучок, если он имеется. В текущий момент его нету. Не повезло. Следующая фракция, которая была введена относительно недавно, это Култиросцы для Альянса. Что же нам нужно? Превознесение в Адмиралтействе Праудмуров аналогично можно с помощью контракта покачать чуточку быстрее при выполнении большого-большого количества локалок. И абсолютно все так же, как и с Седьмым Легионом. То есть, качаем на сундучках, на локалочках, ну и контракт, конечно же. Достижение Объединенная Нация и Достижение Волны Возмездия. Достижение Объединенная Нация — это выполнение абсолютно всех квестлайнов, какие только, в принципе, возможны у Альянса на основных континентах своих союзных. Достижение Волны Возмездия — это вторая военная кампания, которая открывается после первой. С целью того, чтобы ее открыть, нам достаточно всего лишь 14 тысяч репутации из 21 с Седьмым Легионом. Вся военная кампания, а, собственно, Достижение Волны Возмездия открываются по репутации Седьмого Легиона. Не стоит это путать, то есть, в принципе, мы можем заниматься абсолютно всем, и в теории рано или поздно мы откроем эти замечательные фракции. В тот момент, когда абсолютно все условия для выполнения союзной расы сделаны, мы можем взять квест у рядом стоящего мопса и начать его выполнение. При его выполнении мы, собственно, разблокируем доступ к этой расе, мы получим маунта по прохождению увлекательного соло-сценария, ну и создав этого персонажа в меню выбора создания персонажа, прокачав его с 20 уровня до максимального, получим набор традиционной брони. Это весьма классно и красиво выглядит. Перейдем к ордынским расам и посмотрим их более детально и более внимательно. Собственно, первые две расы, которые были введены, это Таурены Крутогорья и Ночнорожденные. Таурены Крутогорья в своих требованиях требуют лишь два пункта. Достижение горы по колено, ну и превознесение среди племен Крутогорья. Племена Крутогорья качаются достаточно легко на локалочках, которые у нас есть в легионе, в зоне Крутогорья. Также мы можем выполнять сундучки, которые там прокают периодически, локальные, также получая большое количество репутации. Ну а достижение горы по колено, это абсолютно все квестлайны, которые только есть в Крутогорье. А, ну да, также еще репутация с племенами Крутогорья достается аналогично, как и с Армией Света, с Защитниками Аргуса, с нашего оплота. Ночнорожденные требуют достижения восстания, это абсолютно все квестлайны в Сурамаре, ну и также превознесение среди Помраченных. Помраченные это легионская фракция, которая качается в Сурамаре на локалочках, на квестлайнах различных репутаций с ними поднимается, в оплоте за Баджики также репутация поднимается, и за сундучки, которые также периодически прокают. Переходим к двум фракциям, которые были добавлены в дополнение Battle for Azeroth. Макхары и Зандалары. Начнем с Макхаров. С целью того, чтобы поиграть за них, нам нужно превознесение в Армии Чести, это основная репутация у Орды, которая нужна для прокачки военной кампании. Ну и также нам нужно достижение готовности к войне. Это выполнение всей военной кампании в Зандаларе и Култиросе для Ордынса. То есть получается там в репутации нужно что-то типа 12 тысяч из 12. То есть почтение окончательное должно быть. Вот и все. У Зандаларов уже чуть больше требований. Превознесение в Империи Зандалари. Это фракция, которая качается аналогично как и Армия Чести в локалочках контента Battle for Azeroth. Также можно использовать контракт, который позволит нам получать дополнительные очки репутации за выполнение каждой локалочки, находясь в Култиросе или Зандаларе. Ну а также сундучки, которые периодически прокают. Они тоже помогут нам получить большое количество репутации. Достижение «Да здравствует Зандалар». Достижение, которое требует в себе завершения абсолютно всего квестлайна на территории Орды. Достижение «Волны Возмездия» — это то достижение, которое было добавлено в обновлении 8.1 и требует в себе завершения новой военной кампании. С целью того, чтобы ее завершить, нам нужно почти превознесение с Армией Чести, а именно 14 тысяч из 21. Вот такие вот союзные расы, собственно, играйте за них, покоряйте их, открывайте их для себя. Я просто, например, открыл к ним доступ и пока что еще никого не создавал. Быть может, когда совсем станет скучно в игре, я решу прокачать их все. Почему бы и нет? Занять себя этим можно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.